Сегодня каждый школьник знает, что в 10 веке, а точнее в 988 году, Русь крестил князь Владимир, внук княгини Ольги. Историческое значение этого события трудно переоценить, но сама личность великого князя до сих пор вызывает споры. Некоторые исследователи ставят под сомнение его славянское происхождение. Здравствуйте! Простая история о непростых временах, когда огнем, мечом и биселицей заставляли людей Родину любить. В Крымском Херсонесе есть достопримечательность, к которой одно время экскурсоводы перестали водить туристов. Это часовня на предполагаемом месте крещения великого князя Владимира, сына Святослава. В те времена, когда Крым входил в состав Украины, часовню переименовали в честь Климента Римского, который побывал в Херсонесе в первом веке, а Владимира обозвали полужедом, полуварягом. Украинские ученые, используя только им известные источники, рассказали, что этого язычника, прелюбодея и братоубийцу определили в крестителе, чтобы евреям и русам было легче грабить славян. Такая версия до сих пор популярна на украинских националистических сайтах. У серьезных историков подтверждений о еврейских корнях Владимира не нашлось, хотя личность великого князя, крестителя Руси, весьма противоречива. Святослав прижил ребенка с наложницей, малушей, которая была ключницей княгини Ольги. Прознав об этом, разгневанная Ольга сослала ее в село Будутино, недалеко от Пскова, где вскоре и родился Владимир. Сам Святослав Игоревич не очень хорошо относился к плоду любви по пьяни. Сына он не любил. Сейчас трудно разобраться, кто придумал версию о том, что малуша дочь равина Малка. Но еще в 1864 году российский археолог Дмитрий Прозоровский доказал, что Владимир законный сын Святослава, а малуша, как и дядя Владимира Добрыня, потомок князя Мала-Древлянского, чей род сыграл выдающуюся роль в истории русской державы. Версию о нациственном массовом крещении Киевской Руси не подтверждали даже советские историки-атеисты. Но и не отрицали эпизоды крещения силой небольшой части воинов-язычников, Новгороде и Полоцке. Периодически против новой религии бунтовали волхвы, но свидетельств о массовых народных восстаниях нет, даже в преданиях. Русская Православная Церковь в спор не вступает, хотя и рассказывает о Владимире столько ужасов в период его жизни до крещения, что нам сегодня и не придумать. Старшего брата Ярополка, который правил в Киеве, Владимир велел убить. Насильно взял с жены его беременную жену, красавицу-гречанку. А до этого не дал Ярополку жениться на полоцкой княжне Рогдене. Сам стал к ней свататься и за отказ выйти за него изнасиловал прямо на глазах родителей. После взятия Херсонеса Владимир потребовал от византийского царя Василия II, чтобы тот выдал за него сестру Анну. Иначе он возьмет Константинополь. Император согласился, но на условии крещения самого Владимира. И Анна стала пятой женой новоявленного христианина. Крови, казалось бы, на Владимире не отмыться, но таинство крещения, пусть даже ради корыстной цели, и влияние жены христианки изменили князя. В благодарность за обребретенную веру он вернул византийцам Херсонес. И с тех пор память народная не оставила нам ни в сказаниях, ни в летописях новых сюжетов о каких-либо злодеяниях. Вчерашняя языческая Русь начала постепенно вырабатывать свою, как теперь бы сказали, национальную идею. Вот такая простая история. Как писал русский церковный историк профессор Антон Карташов, каждый народ слагается и существует в истории как особый духовный тип. Свой идеал Родины русские нарекли Святой Русью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова